Всем привет! Сегодня у нас очень интересная встреча с учениками всех потоков, с участниками моих программ разных. Сегодня обсудим итоги года и поделимся опытом у кого что получилось, у кого что не получилось. Вот такая вот полезная встреча получится. Собственно регламента как такового нет, можем начать в любом порядке. Представляетесь как вас зовут, какую программу мою проходили и какие результаты получили после обучения, какие планы цели на будущее, какие инсайты за этот год. В общем, в таком формате можем начать уже делиться в любом порядке. Можете включать микрофончик, камеру и рассказывать. Ой, ну можно я начну? Я вообще оказался случайно, я почему-то Максим подписан на канал миллион на консалтинге, хотя я не проходил у тебя обучение. Я недавно тебе в личку писал касательно ну вот потока, который стартанул. Я в феврале планирую зайти на обучение, мне прям максимально зашла описание программы, которая есть по стратегии маркетинговой. Вот, поэтому я не знаю, мне вообще надо что-то говорить или нет. Ну в плане там подведения итогов. Ладно, конечно. Ты сюда зашел, значит надо. Ну окей, просто вдруг-то закрытое мероприятие. Ну понял. Меня зовут Алексей, я из Красноярска, планирую в начале следующего года в первом квартале переехать на Бали, не знаю на какое время. Надеюсь, что это станет таким мостиком в такую жизнь, в рамках которой буду много путешествовать и менять постоянное место жительства. Двадцатого года занимаюсь продюсированием, расшил компетенции методолога, маркетолога, продюсера, бизнес-стратега. Но по маркетингу где-то не дотягиваю, поэтому вот хотел бы попасть в феврале на программу, соответственно, и ставлю себе такую цель на первую карту с точки зрения обучения и развития компетенций. Сейчас соединяю в рамках своего понимания консалтинг и продюсирования. И уже имея некоторые кейсы, расшиваю продукт на офлайн-бизнес, бизнес-услуг. Планируем работать с медицинскими центрами. Думаю, что в медицине очень много потенциала заложено. Думаю, что ближайшие очень много-много лет, десятилетия, этот рынок будет только расти, ему пофиг будет на любые кризисы. И, в общем, хочу с этой нишей взаимодействовать и вообще с идеей соединить инфобизнес с медициной. А так, есть продукт, связанный с инфобизнесом, где мы заходим в проект за процент, но через создание стратегической модели, плана работ, за которую клиент обычно платит X и так далее. В планах следующий год развивать эту компанию, этот продукт, расшивать несколько высокочековых продуктов и работать с небольшим количеством клиентов от трех до пяти, но делать качественный результат с небольшой командой и цель по выручке, я так думаю, что здесь все так люди бизнесовые. Следующий год это от 120 миллионов рублей выручку на консалтинге и продюсировании. Вот, инсайтов за год много, я даже не знаю, стоит ли уходить в рефлексию, потому что я человек, который умеет рефлексировать и часто это делает, поэтому, наверное, не буду здесь сейчас занимать эфир. Давай кратко, топ-три инсайта, топ-три понимания, которые тебе за год, то есть уверен, что там много полезного. Все, в принципе, окей, топ-три инсайта. Первый инсайт, никогда не будешь полностью готовым, действуй там, где ты есть с тем, что имеешь, как-то вот есть такая цитата, делай, что можешь с тем, что имеешь там, где ты есть. Вот я именно за это, мой инсайд в том, что если появилась идея, реализую как можно быстрее, желательно прям лучше, тут же делай маленький первый шаг, это первый инсайд. Второй инсайд, не уходить в глубину с точки зрения продукта, а сразу тестировать это все в рамках продаж и продавая другим людям свой продукт, это лучший формат кастдевов и лучший формат докрутить то, чтобы сформулировать то твердое, за что люди будут готовы платить, а ты сможешь им давать определенный результат. И третий инсайд, состояние определяет результат, фокус на состояние, фокус на ресурс, фокус на энергию, умение работать со своей энергией, со своим состоянием, это ключевая причина любых результатов, а тем более результатов выдающихся. Спасибо, что поделился, у меня тоже с состоянием инсайта есть, я думаю, что своим инсайтом поделюсь в конце нашей встречи, чтобы многие досвидели до конца. Спасибо большое за полезный спич, буду рад, если зайдешь на обучение, очень классная, амбициозная цель, с 20 лямов за год, это прям супер, уверен, что все получится, спасибо тебе большое. Спасибо, спасибо, Макс, за обратную связь. Так, давайте дальше, кто хочет поделиться, давайте регламент следующий, значит, краткое представление, кто вы, что вы, о чем занимаетесь, какую программу проходили, какие результаты получили, какие там топ-3 инсайты за год у вас есть в абсолютно разных сферах, не обязательно работы, может быть отношения с жизнью и так далее. Можно я тогда? Конечно. Привет, Макс, привет всем присутствующим, меня зовут Надежда, я из небольшого города Магнитогорска, занимаюсь я SMM-продвижением в основном и маркетингом. Я проходила стратегический маркетинг, по-моему, третий поток, не помню, вот Марк здесь со мной, вот, наверное, мы третий проходили. Марк говорит, да. По поводу, что у меня произошло после обучения в целом, какие есть изменения, было у нас такое задание, позвонить прям людям знакомым и спросить, за что они готовы заплатить нам сумму, которую мы там хотим, типа, я спросила, за что ты готова мне заплатить 300 тысяч рублей одной клиентке, и она, ну, сказала, пока ни за что, ну, там какие-то цифры мне назвала, что, типа, заработаешь мне столько-то денег, очень много, и там я готова тебе 300 тысяч, там, маленький процент от них отстегнуть. Вот, по итогу, через несколько недель она мне позвонила, сказала, слушай, у меня есть бизнес-идея, и я готова заплатить тебе эти деньги, если ты со мной разделишь партнерство. В итоге сейчас мы в партнерстве, там, получается, то есть это вообще в Альберис меня тема, я в ней не разбираюсь, у меня, я просто нашла менеджера, который этим занимается, который в этом разбирается, короче, все это делегировала, делегировала, и там, по сути, пассивный доход себе организовала. Вот это самого классного. Еще я постепенно меняю контекст, очень много мы говорим про это, ну, говорили на курсе, и, Макс, от тебя я очень много взяла по контексту именно. Реально, жизнь моя очень изменилась в плане контекста, и сейчас я меняю клиентов, которые, некоторых клиентов сразу прям убираю, которые, ну, мозготрепы такие, это прям вообще хороший скилл. И я еще не перешла из того, чтобы перевести лидогенерацию, сделать лидогенерацию на стратегии. То есть я сделала несколько предложений, удачных пока из них не было, но я расту, меняется у меня и чек, и позиционирование, и самоподача, и клиенты. В целом все постепенно идет. Ну, то есть и нет такого, ну, какого-то ожидания очень быстрой скорости. Я помню, ты нам тоже на курсе говорил, что каждый трансформируется и стрельнет в свое время. Просто кому-то нужно, уже у кого-то потенциал накоплен, у меня еще он подкапливается. Вот. Ну, вот это основное. Стало меньше работать, в принципе, стало больше проявляться, смелее стало. Планы на Новый год, на 2023, это вернуться опять к стратегиям. Сейчас у меня в команде есть пополнение более сильные ребята, и мы с ними, я думаю, как раз-таки подрастем. Вот. Хочу поблагодарить еще раз за обучение. Спасибо, Надежда, очень приятно, что были полезные моменты, чтобы ты видрила. Приятно видеть улыбку на твоем лице. Да. Да вообще приятно слышать, когда есть результаты, когда действительно польза потом реализуется в действии. Вот. Очень круто. Спасибо, Надежда. Благодарю. Так, давайте дальше. Кто хочет поделиться сегодня? Ну, я готов. Да, ребята. Да, я знаю, что мне вебку надо переворачивать. Ладно, не суть, надеюсь, не сильно отвлекает. Да, ребята, очень рад слышать тех ребят, с которыми учился у Макса. Вообще, Макс, тебя тоже рад слышать, рад твой голос снова слушать. Это круто. Наблюдаю за тобой в сторисах, как там у тебя на Бали дела. Прикольно, интересненько. У меня что происходило, вообще все пошло. После стратегического маркетинга, после курса Макса, все пошло очень интересным образом. Ну, во-первых, я продал первую стратегию. И сделал ее достаточно круто. То есть, ребята сейчас активно ее реализуют. Это была доставка еды в Уфе. Я полностью разработал бренд, полностью разработал позиционирование. Все, что связано с трафиком, тоже проработал. И ребята сейчас активно херачат. И прям видно, что у них есть результат. И честно, ты такой, офигеть, я там причастен к тому, что что-то новое, интересное появилось. И это приносит деньги. И это классно. Извини, если не секрет, какой человек был за стратегию интересную за первую? Ну, и на самом деле я недорого совсем ее продал за 70 тысяч. Ну, на тот момент для человека, который продает услуги за 30 по трафику, это было классно. То есть, я такой, нифига себе, а так можно. А сколько по времени делал? Ой, честно, у меня уходило... Еще важный момент, Макс. Сколько тебе лет? И ты же учишься в университете? А, я уже закончил университет. Как раз-таки параллельно с тем, как заканчивал курс Макса. Мне 22 года. Вот. Я закончил медицинский. Но, как видите, пошел немножечко в другое направление, от которого кайфую. Вот. Я продал первую стратегию. И тут начались вот эти события сентябрьские. И по личным, в том числе причинам, я уехал. И два месяца я жил в Алане, в Махмутлаве, над банановыми плантациями. У меня был дом. Вообще совсем другой контекст. Такой солнечный. Немножко страшный, потому что ты, типа, один вообще в другой стране. Там целые приключения были. И, знаете, наверное, я вот понял, что вообще нифига дело не в том, что я там продал стратегию на 70 тысяч после курса Макса. Это все просто побочка классная, которая приятная. Прикол в том, что после этого курса у меня башка поменялась. То есть в ситуации, когда ты, ну, без денег, в чужой стране, не знаешь, что делать, у тебя голова работает таким образом, что ты знаешь, что ты вывезешь, что ты сможешь что-то придумать, какие-то новые действия предпринять, чтобы у тебя получилось. И вот то, что я продал один раз услугу на 70 тысяч, помогло мне запустить наставничество по музыкальному маркетингу. Просто ниши, с которыми я в основном работаю, это музыкальная ниша и инфобиз. Я запустил наставничество по музыкальному маркетингу на 200 тысяч. Типа, это был вообще первый раз мой какого-то такого запуска. Я думаю, нифига себе. И то есть, казалось бы, это другой, другой продукт, другая история. Но когда тебе помогли допереть, блин, наконец-то до того, что ты можешь продавать себя дороже, у тебя это может получаться, и у тебя есть все для этого, ты по-другому думаешь и делаешь по-другому. И честно, если бы не запуск наставничество, если бы я не попал на курс к Максу, скорее всего, я бы хер сосал без соли. Извините, конечно, за выражение. Я бы попытался набрать по 15-20 тысяч проектосиков по таргету и все, и запарился бы. А так, блин, все прошло классно. Сейчас я вернулся в Москву и столкнулся с жестким кризисом, то есть, когда я понял, что у меня в другие сферы все приседают, кроме заработка, меня это очень сильно расстроило. Но тут я снова вернулся к Максу. То есть, я только после этого прочитал книгу «Борьба за внимание» и начал делать упражнения, которые там есть. Я даже там публиковал какие-то посты новенькие, вдохновленные. И вот сейчас, когда я прорабатываю эти упражнения, когда я полностью прочитал книгу, я снова прихожу в себя, понимаю, почему я столкнулся с кризисом и как из него выйти. Поэтому цель на последующий год – это, во-первых, действовать так, чтобы мне нравилось, что со мной происходит. Во-вторых, это поставить все-таки на рельсы стабильный заработок. Не так, чтобы ты один раз запустил наставничество на 200 тысяч, а чтобы это регулярно было и на больший чек, и стабильно. Ну и третья цель – это привыкнуть к контексту, что все в любой момент может пойти не так. Что может быть еще одна волна мобилизации, что может быть, я не знаю, ядерка, еще что-то. И научиться действовать грамотно в таких ситуациях. Не паниковать, придумывать планы, которые ты будешь реализовывать, чтобы у тебя все было классно и у твоих близких. Вот. У меня индульгенция получилась небольшая. Спасибо, Марк. Очень приятно. Я все-таки в конце поделюсь сейчас тему, что ты сказал по поводу действовать, когда есть ситуации. Возможно, вы там многие видели, что мы планировали мероприятие в Дубай. У нас не было ни одной продажи в итоге. И казалось бы, да, это херово, это плохо, типа, это грустно. Но и я денег потратил, да, там, с организатором пополам, да, там, на рекламу, на блогеров, там, на зарплаты. Но я потом прилетел на Бали вообще без всяких ожиданий. И тут у меня все пошло как по маслу. То есть тут мне помогли организовать там мой мини-тренинг. Он длился целый день. А потом вот мы вот вчера встречались с организатором этого тренинга моего, да, там, с другими спикерами. И мы планируем большую масштабную конференцию на Бали. Хотим собирать там 500 человек. Вот это будет самая масштабная конференция на Бали, когда-либо собиравшаяся здесь. Раскоязычная, да. Вот такие вот у меня планы. И как бы какой мне инсайт, что любая ситуация, в которой ты, казалось бы, там, провалился, это классный опыт. И всегда есть контекст ресурса. Потому что, двигаясь к цели Дубая, мероприятия, да, мы там его перенесли, там, на март, там, мы поменяли концепцию. Но, исходя из той работы, которую мы проделали, мы сплотились с командой. Я получил определенный опыт, да, там, что работает, что нет, да. И все, что в нашей жизни происходит, оно, как, знаете, как вот Сев Джобус говорил, что вроде бы жизнь, она хаотичная. Но потом, под конец жизни, ты понимаешь, что каждое событие в своей жизни, оно было, как частичка мозаики, которые потом собираются в целый пазл. И ты понимаешь, ради чего все это было. Потому что, там, не запланировав, там, мероприятие в Дубае, я бы не прилетел на Бали, там, не прилетев на Бали, там, я бы не познакомился с местными ребятами, не познакомился с местными ребятами, я бы, там, не организовал бы с тренингом, там, то есть я не знаю, куда мне это приведет, но очень круто, что вокруг меня есть люди, которые в меня верят, которые со мной, там, сотрудничают, да, там, и мы двигаемся в одном направлении, мыслим в одном направлении, да, и что вы разделяете, там, мои ценности, там, мое видение, там, мой опыт, да, там, изучаете, вот. Мне очень приятно, поэтому еще раз благодарность и Марку, и всем, кто здесь присутствует, и будет в записи смотреть, вот, круто, спасибо большое. Да, кстати, это очень клевый инсайд, силы в людях, люди, офигеть, какой ценный ресурс, и без сообщества, без окружения вообще сдуваешься очень быстро. Очень жалко, что эта движуха, которая классно стратанула в Москве у тебя, ну, там, со встречами оффлайн, да, я же был членом клуба какое-то время, вот, блин, вот, очень хотелось бы, чтобы она возобновилась, поэтому очень жду. Ну, надеюсь, что ты сможешь приехать и продолжить здесь. Мы продолжим, я вот, чтобы даже своим партнером не сорвчал, но я переработал идеи и концепцию клуба, сейчас я могу с вами их поделиться, вот, значит, идея концепции нового клуба в том, что мы будем собирать не просто людей в клубе, а экспертов, консультантов, специалистов, наставников, то есть тех людей, которые делятся своим твердым навыком, опытом. Я хочу именно таких людей собрать в своем сообществе, помогать им зарабатывать больше денег, вот, и именно в такое сообщество люди захотят попадать, потому что оно будет развивать. И не важно, кто в сфере, наставник, поуч, там, специалист, эксперт, это может быть, там, и маркетологом, и психологом, там, и дизайнером, там, фотографом, вообще не важно. Вот, вот такая вот у меня идея, я к ней пришел именно на Бали, сидя, значит, в очередной раз на кальянной, думая, блин, что я могу лучше сделать из того, что я сделал, что я могу докрутить, у меня вот пришла вот эта вот гениальная мысль, что почему бы, блин, не собрать вокруг себя именно экспертов, вот, именно вот, не просто людей, да, там, сфуккайны, да, которые там оплатили членство в Кубе, а именно экспертов. И потому что я сам стремился туда к такому сообществу, что не просто, там, встречаешься, там, с человеком, да, там, не знаю, сгибаешься им какие-то темы жизненные, а к чему ты учишься у него. Теперь я вот, там, эксперт, там, в психологии, в маркетинге, человек может быть эксперт, там, не знаю, по спорту, по питанию, там, по, я знаю, там, по тому же серфингу, да, там, вот, и если же классно, что человек имеет какой-то твердый навык, мы друг об друга учимся, развиваемся, и вот, и нет, тем более в нынешнее время, когда нужно сплочаться, быть сильными, вот, я считаю, что это прям такая классная миссия, она как минимум в ближайшие, там, пять лет мои, да, то есть именно вот сформировать вокруг себя такое сообщество, то тут оно уже формируется и уже тетично сформировано за счет, там, учеников со стратегического маркетинга, да, там, с моих других программ, вот, поэтому такая вот идея, вот, так что все не случайно, все движется, все материализуется и улучшается. Круто. Кайф. Да, Алексей, спасибо большое за ссылочку и подписался. Так, давайте дальше. Кто хочет еще поделиться сегодня своими результатами, сайтами? Можно я прям пять секунд расскажу? Я просто сейчас вот это на корпоративе, на совместном, прям пять минут займу ваше время. Скажу, что главный инсайт, который догнал меня через два месяца обучения, что нужно нишеваться, и я наконец-то выбрал нишу, и хотя я смеялся над этой нишей, но все-таки я начал работать с проработкой стратегии для наставников, которые обучают наставников, вот. Как-то так получилось, это хайповая ниша, так как я связан чуть-чуть с лайком, и сейчас там хайп идет на эту тему, вот, я сейчас прокачиваю ребят, там небольшой чек, сто тысяч, мы договорились, что они хотят стать наставниками для людей, которые хотят обучать людей, которые хотят выходить на ВБ, вот, на Wildberries, соответственно. Соответственно, первый инсайт, это определился с нишей, второй определился, что нужно делать, как раз это и было фактом того, что я определился, что нужно делать, и ребята согласились, давай работать. Вот, третий инсайт, что, в принципе, все возможно, и чеки 100+, 300+, это все реально, то есть это не как раньше, там, с таргетом, с тем же самым, который я просто сейчас выкинул в своей жизни, так или иначе. Остались остаточные проекты, с которыми я там, ну, заработаю, но в основном я ушел от них, и это прям вот самый кайф из всего, что был. Поэтому спасибо тебе, Макс, суперкрутое обучение, суперполезно, суперинформативно, как-то так, в двух словах. Спасибо, Виктор, что уделил время, подлился, очень приятно, что есть понимание, куда двигаться, это очень важно. Спасибо тебе большое. Так, давайте, ребята, дальше, кто у нас сегодня хочет уже выступить, поделиться своими мыслями, инсайтами, переживаниями, опытом. Всем привет, можно? Я тоже выскажусь. Недавно только посоединилась. Для меня самая главная победа вообще, это то, что я вышла наконец-то из годового выгорания, все время, которое практически я просидела в найме, до этого занимаюсь маркетингом, в том числе, наверное, за счет того, что увидела вот курс как раз-таки Макса, и вот прямо меня пробило, я думаю, надо идти туда все, потому что сидеть на зарплате 120, еще и в наемной работе, это было, конечно, необходимо, потому что иначе я бы просто, наверное, не вывезла. Но сейчас уже открываются новые горизонты, и у меня есть, был точнее, наверное, страх больших чеков до тех пор, только пока я не продала услугу за, что-то я точно не помню, за тысяч за 80, по-моему, в этом году, тоже в начале еще года. И сейчас самое важное для меня, это наконец-то пересечь вот этот барьер, наверное, где-то 1400, хотя бы такая у меня цель на первый квартал 23 года, именно на стратегиях, потому что стратегия, это то, что мне реально всегда нравилось, что вот эта творческая составляющая этой части, работы, она прям всегда меня зажигала. Но я почему-то всегда думала, что на таких стратегиях много не заработаешь. То есть у меня там был потолок, потому что я делала очень похожие стратегии, но только по части SMM. Потолок, ну там, больше ста точно даже предложений не делала, не то чтобы там как-то реализовывала. Вот. И три главных инсайта, которые у меня есть на сегодняшний день, это тоже присоединюсь к тому, что окружение – это сила, потому что окружение я за этот год свое потеряла, тоже в том числе и сарафанное радио, которое у меня было, и какие-то коллеги, с которыми мне просто стало неинтересно уже общаться, потому что они как-то подвисли, по-моему, тоже немножко, большинство на низких чеках, либо те, так их назвать, ну, инфобизнесмены, скажем так, которые год за годом делают примерно одно и то же, может быть, у них раньше были какие-то успехи, но сейчас они находятся все плюс-минус на одном и том же месте, то есть такая стагнация у многих вокруг происходит. То есть первое – это окружение, зачем я тоже сюда пришла. Второе – то, что реально лучший момент никогда не настанет, потому что я сейчас смотрю назад и думаю, блин, почему я там год назад я начала учить английский, например, но так его и не доучила нормально, почему я не занялась тем, почему я не занялась этим. Время идет, и у меня сейчас такая жизненная ситуация сложилась, то, что у меня молодой человек оказалось, что живет в Израиле, ну, то есть гражданин, и нам с ним надо как-то, как-то, короче, встречаться, где-то видеться, границы где-то перекрыты, то для него, то для меня, и нет больше, то есть времени, чтобы ждать, у меня больше нет, грубо говоря, и поэтому я прям максимально вообще замотивирована на то, чтобы доход уже стал стабильным, нормальным, и точно как минимум больше 300 тысяч в месяц. Вот, и третье, самое главное, это то, что, как там тоже, а я вспомню, говорил, когда я его слушала, один быстро следает двух умных, вот это точно про меня, потому что я считаю себя человеком умным, вот, но я слишком много думаю, я часто очень долго планирую, и мне кажется, что это такой способ избедания как раз-таки каких-то действий, пока я сижу, какие-то бизнес-модели там выписываю, или рассчитываю о каком-то доходе, что я с ним сделаю, там, как его лучше вложить, ту часть бизнеса, которая у меня еще не существует, например, вместо этого надо просто брать и делать, больше общаться с полезными людьми, налаживать контакты, и просто продавать, вот, как раньше я и делала, в принципе, тогда все у меня в порядке было, продавать через экспертность, да, то есть не просто там бегать с плакатом, купи-купи, грубо говоря, а вот именно через, через прокачку, наверное, личного бренда в том числе, вот такие вот у меня инсайты. Спасибо большое за инсайты, вот, по поводу быстрый, лучше, чем умный, тоже соглашусь, в книге у меня прям отдельно, борьба за внимание, книги, отдельно прям глава есть, называется, вечный стартап, это когда я тоже, значит, поделился своим инсайтом, когда у меня было маркетинг-агентство, и мы, значит, полгода выбирали название, логотип, вот, это прям про это. Действительно, полезное осознание, что, особенно в нынешнее время, турбулентное, да, когда все быстро меняется, когда много факторов от тебя, независящих, а ты не можешь их контролировать, вот, и действительно, нужно быть гибким, вот нынешнее время, нужно делать, больше делать, да, вот мне, чем понравилась книга Оскара Хартмана, тем, что, вот он описывает действия, по сути, как математическую модель теории вероятности, да, он вот говорит, что, чем больше попыток вы сделаете, тем больше шанс того, что у вас что-то получится, это лучше, чем сидеть и делать какие-то точечные телодвижения, то есть, можно там, целый год запрягаться, сделать там три выстрела, а можно просто каждый день по одному выстрелу совершать, и тот, кто совершает каждый день по одному выстрелу, с большей вероятностью попадет в цель, чем тот, кто целый год запрягается, вот, поэтому, действительно, очень классный инсайт, Спасибо за то, что поделилась. И по поводу отношений на расстоянии, это прям тоже моя история с женой, потому что мы первые три года вот так вот друг к другу ездили. Я в Украину, она в Москву. Туда уже был Майдан, была уже ситуация напряженная. Просто так нельзя было попасть ни в Россию, ни в Москву. Поэтому я тебя прекрасно понимаю. И главное, чтобы ты понимала, ради чего. Потому что многие люди сдаются. Не обязательно в отношениях, в бизнесе, когда цели ставят. Когда у тебя есть сверхзадача, когда есть понимание, зачем, то весь контекст, вся вселенная тебе поможет. Это точно, абсолютно. Причем, кто планирует на Бали прилететь, тут, знаете, такая магическая штука, и что тут очень быстро все реализуется, материализуется. То есть, например, я когда прилетел на Бали, ну, по сути, я прилетел с голой задницей, потому что я очень много денег потратил в Дубай. Потом у меня были определенные финансовые долги перед командой, которая мне снимала клип на мою песню, перед редакторами и командой, которые мне пишут две новые книги, а это не дешевый процесс. То есть, там порядка полуляма за каждую книгу выходит на печать, на подготовку, вот, зарплаты и так далее. И приехав на Бали, я такой, думаю, блядь, а где деньги взять? Потому что тут, как бы, ну, сдают виллы минимум на 2-3 месяца. Это полляма. Я думаю, блядь, где я достану полляма? И буквально на 2-й день я закрываю клиента на консалтинг на полляму. То есть, как будто бы, вот, знаете, вот я подумал, что мне нужны эти деньги, и тут же мне эти деньги появляются. Потом, значит, у меня было 2 недели затишья, я думаю, блядь, что, никто не закрывается на обучение, да, потому что вот уже стартует, естественно, 6-й поток, где ученики, все сливаются, что-то там, 30 заявок ни одной оплаты. И, значит, я такой думаю, блин, ну все, короче, типа, я тут, наверное, буду хрен сосать, как Марк сказал, да. И, значит, опять же, кидаю во вселенную запрос, что нужны деньги, финансы, да, и тут же начинаются, откуда ни возьмись, появляются люди с оплатами, появляются люди, которые, значит, у меня появилась новая идея курса консультант-эксперт-специалист, там почти уже 10 человек набралось. Вот, то есть я к чему говорю? Я к тому, что вселенная, она всегда идет на диалог, на контакт. Даже если вы не верите там в энергию, в эзотерику, но, блин, это реально так, это работает, поэтому доверяйте вселенной, доверяйте пространству, вот, и просто кидайте запросы ваши и ждите. Ну, конечно, нужно что-то делать, но просто с доверием туда идите. Вот, и когда я посмотрел свои расходы, я-то думал, что, типа, у меня супер непродуктивные были, там, октябрь, ноябрь, декабрь. Когда я посмотрел расходы, у меня получилось 6 миллионов рублей за, там, два с половиной месяца. Я думаю, блядь, ну, как бы это нормально. То есть, как бы я-то думал, что я вообще ничего не заработал, а заходя, как бы, в отчет, я думаю, да, в смысле, я ничего не заработал. Если я, блядь, потратил больше 6 лямов, и, как бы, я вообще красавчик. Вот, поэтому второй инсайт – хвалите себя, да, потому что я концентрировался это время на сложностях и на то, что у меня не получалось. Но я забыл себя похвалить за то, что у меня получилось, а получилось-то много чего. Вот такие у меня тоже два инсайта, исходя из того, что ты рассказала. Спасибо. Я бы еще тоже про вселенную хотела дополнить. Просто как получилось, на второй неделе, по-моему, декабря, я поехала в Израиль, мы два месяца с парнем не виделись, и знакомые примерно столько же, то есть чуть больше буквально. Два месяца ждала, и в Айрук-Нурту, Тель-Авима мне просто развернули и депортировали к храму собачьим. И я просидела там в этой комарке, я не знаю, часов пять прорыдала, в итоге мы встретились в Турции там, ну, дней на десять, а планировали два месяца вместе провести. И на следующий день после того, как я вернулась в Россию, я просто села такая, и у меня пошла какая-то такая агрессия, но только здорового формата. Типа, что за фигня? То есть, если бы у меня, допустим, было бы больше финансов, я могла бы себе позволить больше времени в той же Турции сейчас провести, а я не могу. и у меня начали наконец-то появляться идеи, хотя я уже месяца четыре, наверное, думала, кругами ходила вокруг того, какой проект мне опять организовать, чтобы на себя начать работать. И потом все как по кирпичикам сложилось, вот я здесь. Да, как я уже сказал, все не случайно, поэтому желаете удачи в работе, в отношениях, лично жизненно, все получится, уверен. Спасибо, что поделилась. Так, давайте дальше. Кто у нас еще сегодня хочет рассказать про инсайты, про опыт, который был получен за год, про результаты, про планы? О, вспомнил, когда ты прокомментировал инсайты. Это у нас кто? Вика была, да? Вика Никола. Да. По поводу сверх идеи и того, что надо вообще понимать, а нахера ты что-то делаешь. Классная штука, которая мне тоже, ну, помогла, когда я такой думаю, блядь, а зачем вообще там что-то делать? И ничего не хочется. Это пять почему. Это штука, которой пользовался основатель Тойоты. Постоянно, когда у него что-то не получалось или есть какие-то задачи, сложно решаемые, спрашивал себя, а почему? Почему так происходит? И пока на пятом почему, он допирал в чем причина и как вообще это решить. Почему я не зарабатываю? Почему именно так все происходит? Почему я себя так чувствую? И ты там приходишь в итоге к тому, что тебе вообще что-то другое нужно. В общем, интересная история. Это похоже на то, что ты в книге предлагал «Я и система», да? Что-то в таком ключе. Классно. Я как раз сегодня пишу главу в третьей к моей книге. Вторая будет про стратегический маркетинг-консалтинг. Третья – про психологию абсолютно. И там, естественно, сегодня я писал главу как раз про стратегии, которые мы выбираем в жизни и почему мы их выбираем. И какие критерии этих стратегий, наших решений и действий. И вот я прям сегодня рисовал табличку, что существует три основных критерия выбора стратегии достижения какой-либо цели. Первое – это адекватность. Второе – эффективность. Третье – экологичность. Вот приведу пример, да, там из книги, которую вот сегодня главы писал. Например, человек хочет зарабатывать 10 миллионов рублей в месяц. Он выбирает стратегию работать бесплатно на кейсы и помогать друзьям за дешево. Давайте вот с вами просто можно про себя, можно голосом. Адекватна ли эта стратегия для достижения этой цели? Я думаю, что нет. Эффективна ли эта стратегия для достижения его цели? Тоже нет. Экологична ли она? Ну, тут возможно, да. И как бы вот проверяя любую вашу стратегию на эти три фактора, можно реально более осознанно подходить к проживанию своей жизни. Приведу другой пример. Предположим, человек, там, цель какая у него, там, не знаю, там, построить сильные, дружеские, крепкие отношения, да, там, с людьми. Это его цель. А стратегию он для этого выбирает, там, давать всем в долг. Значит, эффективно ли это? Я думаю, что нет. Адекватно ли это? Нет. Экологично ли это? Возможно, да. И как бы вот прикол в том, что когда мы выбираем какие-то стратегии, то фактор экологичности, он идет именно из нашей системы координат. То есть тех принципов, которые мы считаем важными для нас и которые являются камертоном правильности или неправильности того, что мы делаем, хорошести или нехорошести чего-то, да. И именно из-за этой системы координат, из нашей системы ценностей, мы выбираем кривые стратегии для достижения наших целей. Потому что, ну, если ты хочешь построить дружеские, сильные отношения с человеком, ну, ты никогда ему не дашь в долг. Потому что, давая в долг человеку, вы перестаете дружить, и ваша дружба перерастает из социальных отношений в деловые. Когда ты хочешь зарабатывать 10 миллионов в месяц, то кривая стратегия работать бесплатно, да, там, или задешево. Если ты хочешь построить сильные романтические отношения, да, там, или семью с человеком, то кривая стратегия его критиковать, например, да, или, там, конфликтовать с ним. Понимаете, да, к чему плану, да, что вот мы, когда что-то делаем, просто спрашиваете себя, вот, как по тому, что Маркер сказал, почему вы это делаете. Всегда есть скрытая выгода, скрытая мотивация, скрытый импульс, почему вы это делаете. И в 98% случаев мы просто не осознаем это, потому что это бессознательная какая-то мотивация. А если вы будете себя тормозить каждый раз, спрашиваете, а нахера ты это делаешь? А почему именно так ты это делаешь? А почему ты этого хочешь? А почему ты выбрал для достижения цели именно этот? на этом более сложно и непростой для чего ради чего чтобы что вот мой главный сайт этого года что я стараюсь тоже спрашивать себя а макса на херан ты это делаешь чтобы что вот и мне это очень сильно помогает особенно когда в жизни многое нельзя предсказать планировать и от качества твоих решений зависит очень многое даже жизнь поэтому тоже очень классный сайт спасибо за эту штуку что поделился вот пять почему очень классно штука на давайте давайте дальше кто у нас еще хочется не поделиться рассказать показать давайте у нас тут достаточно количество людей уверен что есть инсайты у вас какие-то интересные прикольно что я на днях выложил этот пост стоит и пропеть почему своих соцсетях фейсбуке выка и такой когда человек рассказывал я такой прикольно надо самому попробовать я задаю почему своим клиентам да как коуч но один раз надо попробовать что будет если задать пять раз но этот год был прикольный я сделал эксперимент я поехал казахстан вот пошел там в найм вот и понял что нечего мне делать нами вот я вышел вернулся сейчас в россию съездил в турцию очень прикольно из инсайтов но у меня есть там одна неразрешенная проблема давняя которая больше пяти лет висит но я сейчас она начала двигаться вот и я думаю что следующем году я ее разрешу вот и это как как якорь который не дает тебе оторваться да вот и на следующий год очень позитивные планы то есть я уже в этом году два раза делал личный рекорд по доходу то есть бил свои предыдущие вот и сейчас подъем следующем году как бы прям вообще им и еще такой момент я понял что ну вот есть вот эта вот фраза что большие деньги зарабатываются легко и маленькие тяжело и когда ты выходишь на другой чек вот работаешь меньше тебе платят больше ты приходят более осознанные люди с которыми проще намного вот и прям ты такой прикольно ты можешь там час в неделю работать за ту цифру которую ты раньше там месяц зарабатывал вот такой прикольно что так можно а куда девать свободное время вот очень прикольная такая история в этом году вот и еще такой сейчас мне просто уже там это надо выходить такой прикол что чтобы выйти на новый уровень надо отпустить этот на то есть чтобы начать там продавать с чеками на 300 тысяч нужно перестать продавать на 50 вот то есть это вопрос принятого решения когда ты перестаешь продавать разве консультации там по 5 по 10 по 15 тысяч и очень прикольно в этом плане есть очень клевое интервью александра соколовского и паши гетельмана и там гетельман у него крупное рекламное агентство и он с уходом больших игроков потерял 7 миллиардов рублей заказов и он говорит но вот мне приходит человек и говорит меня есть контракт на 20 миллионов я от него отказываюсь потому что мне не интересует контракт на 20 миллионов меня интересует контракт на миллиард давайте будем продолжать искать контракт на миллиард вот очень крутое интервью загуглите ютюбе посмотрите очень классно прикольно спасибо большое вот я от себя хочу тебя поблагодарить за ту литературу с которой который ты со мной поделился не все успел прочитать но сдвиги пошли и ребятам начал рассказывать да там те инсайты которые мне пришли да там из книг да который ты порекомендовал и дал мне почитать вот и сам углубился так сказать куда там в эту тематику в эту сферу вот поэтому спасибо большое вот и уверен что не случайно у нас было такое знакомство спасибо за инсайты которыми ты поделился по поводу выхода на новый уровень отпускания старого тоже у меня в этом году такое понимание пришло что я боюсь отпустить старые я держусь там за какие-то тоже то свои какие-то старые убеждения хотя и учу там людей принимать новое вот силу того что я консерватор силу того что я человек вроде бы казалось бы пробивной и бунтарь но мне по ну папа по векторной психологии у меня очень развит коричневый вектор а то есть я пытаюсь все так вот типа сохранить долго думаю хотя мне другие векторы разу да но у меня такой ключевой это видимо коричневый поэтому действительно нужно научиться отпускать старое приходить к новому изучает новое тем более в нынешнее время когда опять же все быстро меняется спасибо тебе большое за классные сайты очень полезно спасибо павел да да сейчас отследил что есть такая история попытку сохранить даже в деньгах я постоянно большую часть стараюсь отложить чтобы был загажен к ней там с кайфом воспользоваться этими ресурсами интересно я не знал что вся такая история с коричневым по поводу кстати вот отложить деньги в загашнике не тратить у меня мой основной коуч который помогает мне тратить это моя жена она она всегда меня мотивирует покупать вещи она меня смотивировала купить новый айфон я с трясущими руками оплачивал там 180 тысяч рублей переплачивая за то что это был последний айфон последней модели на бали больше нигде нету его тут вот в дубае тоже не мог заказать себя iphone века говорит блин сколько ты можешь уже ждать ходить блять с десятым айфоном пять лет тебе не стыдно типа давай себе там тоже для работы надо иди себе покупает вот таким же макаром она настояла там год назад чтобы я купил себе новый макбук вот потому что у меня был предыдущий макбук ретина пять лет вот и он уже там реально подыхал просто вот и в общем все все не случайно и каждый человек нашей жизни он нас чему-то учит вот поэтому я учусь сейчас тратить деньги на потому что тоже мне такая есть штука что если у меня на счету там раньше меньше 100 тысяч рублей лежала то я чувствую себя некомфортно сейчас если меня меньше миллиона на счету то я чувствую себя некомфортно вот поэтому а я потом понял скрытую выгоду что если я чувствую себя комфортно я не зарабатываю дальше а каждый раз когда я меньше миллиона на счету ими у меня есть скрытая мотивация типа дойти до этого миллиона любыми способами и именно поэтому я придумываю какие-то новые действия которые меня к этому приведут а если бы я просто был стабильный лям каждый месяц но я бы жопой не двигал поэтому все не случайно вот и движение вперед да они 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 накопление вот поэтому тратки деньги не важно что там на улице происходит просто вы заработаете новый тоже классный такой инсайд блин ну вот знаешь вот скажу честно как бы это меня не дискредитировало но я вот так вдохновился во время обучения что но по-детски даже начал тебе пытаться подражать и там купить как начал покупать какие-то вещи достаточно дорогие купил кстати новый mac прикольно но вот и понял что вообще не моё то есть я вообще не кайфую от того чтобы пойти там что-то дорогое купить потому что мы больше воспринимаем деньги как возможность ну чувствовать себя независимо и чем их знаешь больше остается и ты можешь и чем больше ты их можешь размножать тем как будто бы чувствуешь себя свободнее потому что я думаю каждый раз что ну деньги которые потратил это время которое я потратил и какие-то усилия и энергия и блин ну не кайфую от вещей путешествия вот да я тебе прямо вот сейчас вот инсайд свой еще один скажу за этот год буквально вчера мы это обсуждали нужно покупать деньги за деньги и нужно продавать деньги за деньги это касается трат ваших и это касается вашей работы как больше зарабатывать объясню если вы что-то продаете у вас какая-то услуга есть да то самое лучшее что вы можете сделать это продать деньги за деньги то есть как я продаю деньги за деньги я даю обещание человеку что придя ко мне обучаться ты выйдешь на миллион в месяц я продаю деньги за деньги мне платят 300 тысяч я даю человеку миллион а как покупать деньги за деньги буквально вчера мы обсуждали что если ты хочешь выйти на чек миллион рублей за услугу ты кому-то заплатил миллион рублей чтобы ты себе разрешил это делать я реально столкнулся с тем что в моем окружении есть большое количество экспертов которых я уважал и уважаю за которым я следил которым я предлагал типа ребят блять ну типа я не буду сейчас имена называть но как вы будучи экспертом можете блять продавать свои обучалки курсы там по 15 там 20 тысяч рублей ну типа вам не стыдно ну как идите ко мне я вам расскажу как я это делаю там 500 тысяч миллион там два три и сука ни один эксперт не купил знаете что они мне отвечали макс ну давай за отзыв давай по скидке давай по скидке а давай бесплатно и получается что они сами живут по этой модели и удивляются почему им не платят такие деньги потому что они сами культивируют в себе и вокруг себя такое отношение что типа бесплатно либо дешево и как бы вот я объясню да почему я сейчас это рассказываю тебе когда я покупаю себе новый iphone или новый макбук я покупаю деньги за деньги я вроде трачу большие деньги но я понимаю что новый iphone мне бы приятнее на нем работать новый макбук не сохранит время не понял да перебили выключил звук у людей то есть когда я покупаю что-то дорогое да там за там какое-то качественное что-то то я экономлю себе время экономлю себе энергию и покупая новое состояние с помощью которой я пойду и зарабатываю еще больше денег отдавая кому-то миллион рублей за консалтинг я таким образом себе позволяю брать такие деньги а когда я себе позволяю брать такие деньги ко мне приходят люди которые платят мне такие деньги я не тоже позволяет себе брать такие деньги получается человек один запустил целую цепочку людей которые начали больше зарабатывать я об этом я об этом рассказывал где-то пару лет назад меня было видео про такое деньги там видео называется там я объяснял что деньги приходят к тому кто умеет как генератор из-за условно там 10 вольт создавать тысячу то есть я всасываю в себя миллион рублей и этот миллион рублей я трачу так чтобы заработать потом 10 потом потратить эти 10 и заработать 100 то есть на что я сейчас трачу деньги на книге которые я пишу которые повлияют на сотни тысячи людей вот книга борьба за внимание и купил уже две тысячи человек представляете себе две тысячи человек уже прочитали книгу поменяли свою жизнь же классно и тогда когда я тратил деньги на эту книгу я же не знал что так будет но я решил что это действие меня приведет к большей ценности окружающим я потратил тогда 30 тысяч рублей на команду которым не помогал описать книгу и там 300 тысяч рублей на печать книги первого тиража вот это деньги за деньги понимаешь что говорит да вот и как бы вот если жить с такой парадигме деньги за деньги или там ценность за ценность то ты когда ты говоришь мне важно там путешествовать круто ну то есть у разных людей наполняет что-то разное это же не значит что типа если макс белоусов купился там на кофту балансиага да там всем нужно покупать балансиагу макбук нет просто макс белоусов учит чему потому что вкладывайте в себя то что вас наполняет если тебя наполняет путешествием так иди путешествуй трать деньги на это тебя это наполняет кого-то наполняет тачки покупать часы вот у меня там есть знакомый там вот бермуд спикер он себе там rolex я купил его это наполняет я себя сто раз спрашивал нужен ли мне rolex и блять ну как бы я что-то не горел желанием покупать себе часы все-таки за два за три ляма но я трачу на другое на творчество я несколько миллионов рублей в этом году потратил на творчество на съемке клипа на написание песен у меня это наполняет нет и нравится на там найдите то что вас наполняет то что вам дает энергию то есть вы получается покупаете энергию за энергию если вы тратите деньги которые вы заработали тратили на эту энергию при этом получаете еще энергию и как бы это получается такой цикл как вот как я сказал генератор понимаешь ну да это было из разряда у макс купил макбук он успешно тоже блять макбук и буду зарабатывать много денег ну такая чисто детская херня но интересно было убедиться в том что блин не ну чё-то не мое для другого я хочу зарабатывать а получается что по факту марк ты же еще как бы и маркетингом занимаешься то есть может быть это тебе в будущем пригодится может быть ты станешь каким-то человеком который будет условно макбуки продвигать то есть условно если ты никогда не покупал макбук тебе сложно будет типа быть в контексте этих людей и будешь обесценивать тех ну как бы такие покупки а может быть тебе с такими людьми придется еще много работать для которых которых цены макбуки допустим айфоны и так далее для них в отдельном контексте именно отдельно в контексте макбука это классное вложение компьютер клёвый он долго прослужит и он оказывает впечатление это прикольно но в контексте типа дать деньги ну там на дорогие шмотки на какие такие штуки но дальше вот не то что заряжает ну хочется что-то другое короче для другого зарабатывать поэтому ну даже даже если просто знаешь что у тебя на счету есть там несколько миллионов которые просто они у тебя есть и никуда не деваются это очень важно для лично для меня потому что блин вот у меня был были сбережения и я за один день резко за 200 тысяч брать купил билет в турцию и сотку въебал еще на проживание там минимум первый месяц ну то есть а если бы этих средств не было чтобы я откуда бы я их за пару дней бы достал непонятно можно было бы что-то придумать там как макс как какой-нибудь сол гудман да из во всех тяжких но это же ну тоже такая достаточно рисковая история непредсказуемая по поводу риска вот уже inside поделюсь кстати тоже там ребята кто-то хочет высказаться не стесняйтесь можете присоединяться дискуссии значит у меня к риску знаете какое отношение что вот когда человек стоит на месте вот он что-то сделал да там чего-то достиг и он пытается это сохранить и об этом рассказывал наши из два контекста защиты и ресурса вот по сути это контекст защиты контент защита он сюда проигрышной дистанции да потому что невозможно находиться с тем ресурсом как заработал все время он уменьшается то есть деньги они теряют ценность там какие-то объекты они падают цене там качество хуже становится да то есть ну как бы невозможно в дистанции находиться в стопроцентном качестве состояния в котором ты находился год назад или два если ничего не делаешь и риск это же возможности да то есть как бы это тупо не звучало да но каждый раз когда что-то у меня я не знаю как у вас вот тоже вам такой вопрос на подумать каждый раз когда у меня был какой-то кризис я только рос после этого не важно да там кризис личностный да там финансовый в отношениях я всегда рос и если взять спиральную динамику развития да то есть вот каждый раз когда мы делаем виток но на новый уровень по спирали это кризис всегда просто кризис это отмирание старого создание нового вот и если вы так будете относиться к рискам кризисом то у вас всегда будет правильный настрой на создание нового они на то что оплакивать старое вот как бы так бы я сформулировал но тут вообще в дополнение это кстати охереть какой важный инсайт и в целом я считаю что если твои риски не появились к тому что ты все ушел на тот свет то ничего страшного в этих рисках нет потому что ну честно ну поделюсь личным чуть-чуть вот у меня сейчас допустим ну тетя скончалась от рака и вот ты в такие моменты понимаешь что типа дядь ты долбайок как бы чё ты сидишь и переживаешь какую-то херню иди делай и искуй и пробуй потому что у тебя все для этого есть у тебя есть молодость энергия у тебя там все на месте у тебя голова тоже на плечах имеется идея искуй пробуй и не надо бояться потому что единственный расклад который нельзя исправить при котором ничего нельзя придумать это блять смерть если ты живой значит ты можешь делать двигаться и придумывать что-то новое и интересное и получать этот результат даже если опыт негативный это все равно тоже результат как бы вот да есть такой инсайтик круто спасибо что поделился этим так ну что если у нас никто больше не хочет определиться сегодня вот у нас получился час я думаю что вполне достаточно для просмотра данного видео спасибо всем сегодня зашел всем желаю хорошо отметить новый год всем желаю реализации ваших планов какие бы они ни были всех люблю вот очень благодарен за то что вы мои тусовки что верите в меня верить в то что я делаю очень рад что вам это помогает вот всех обнимаю всем желаю успеха спасибо ребят вот по касательно моих планов на новый год две новые книги 2 уже выйдет в январе она уже готова 3 выйдет попозже но я считаю что 3 будет самая мощная книга мощнее 1 мощнее 2 вот и остальные планы это развивать мои представители партнеров в городах я хочу в каждом городе в каждой стране иметь по представителю который будет продвигать мои смыслы мои мероприятия книги собирать вокруг себя ярких классных экспертов специалистов вот моя миссия помогать людям трансформироваться на там и достигать результатов вот поэтому вот такой планами на новый год на 23 вот и чтоб не превзошло всем желаю любви здоровья и верьте в себя спасибо всем кто был со всем кто понравился тебя тоже с наступающим да ребята всех наступающим всем удачи